В поисках бездорожья далеко ходить не надо. По данным статистики, ни одна российская дорога не соответствует ГОСТу. Выбои на 60 сантиметров в ширину и 15 в длину – это уже веская причина для ремонта магистрали. Вот такие ямы глубиной более 5 сантиметров на российских дорогах должны заделывать в течение пяти суток. Так гласит закон. Но в жизни все происходит иначе. Вот в подобную выбоину попало колесо маршрутки в городе Самаре. И один из пассажиров получил перелом позвоночника. Этот случай прогремел на всю страну. Журналист Андрей Федоров рассказывал о нем своим коллегам из соседних регионов. Сам он часто бывает в командировках в городах по Волжье. И говорит, что хуже всего с трассами дело обстоит в родной Самаре. Самара – очень большой город. Здесь более миллиона жителей, где-то миллион двести. Город, в котором я родился и живу, имеет на сегодняшний день самые плохие дороги, самую плохую инфраструктуру дорожную. И в плане вот этого благоустройства, вот такого элементарного, очень сильно отстал от других павловских городов. В Самаре 80% дорожного полотна изношено. Поэтому звание города самых плохих дорог достается именно ему. В Саратове же городские власти пытаются решить дорожный вопрос. За несколько месяцев восстановили асфальт в десятках дворах. Ремонтировать небольшие магистрали в Саратове начали весной прошлого года. Несмотря на то, что в областные власти этому всячески препятствуют. Всячески пытаетесь вставить нам палки в колеса. Для того, чтобы мы... Вы просто возьмите, как во всех нормальных регионах, отдайте нам деньги, наши деньги на дороги на дворовые территории. Чтобы мы могли бы нормально провести конкурсные процедуры и отремонтировать дворовые территории. И дороги для города, для горожан. Вот этот отрезок очень паршивый. Мне что-то в прошлом году пытались латать. Областные власти не доверяют городу большие суммы на ремонт дорог. А сами не могут восстановить асфальт на веренной им территории. Настоящее бездорожье начинается за пределами Саратова. Большие участки областных трасс автомобилисты проезжают по обочине. Скорость минимальна, нервы на пределе. Аварии в области стали происходить все чаще. Больше половины всех ДТП именно из-за плохого дорожного полотна. Надежда Новикова, Алексей Чудин. Новости телеобъектив.